Добрый день, Петр Иванович. Витаю, витаю. Во второй части нашей программы хотелось бы задать вам такой вопрос. Что значит для города Полтавы, именно для города, а не для области, именно для города Полтава, экологическая ситуация? Как вы видите это, как вы расцениваете? У вас интересно, именно город Полтавы? Чисто город Полтавы, да. Понятно. Полтава, как и все города Украины, как областные центры, имеет свои проблемы, свои задачи. Но, вы знаете, хотелось бы остановиться совсем не на этом. Хотелось бы остановиться на аспектах, что ждет Полтава, как областный центр, на предыдущие времена. Я вам скажу, ну, оцей політичный жах и подив на меня вплинув и вражение я отримал, шокуючи, от недавнего, вот на святого выступа депутата Каплинка на канале ИРТ. Извините, Каплинка или Каплина? Валерий Каплинка, это областная рада. Каплина, Каплина, народный депутат Каплин. Значит, по телебачению на канале ИРТ. Я, честно говоря, переговорив с коллегами, то, кроме жаха и подив, ничего было, даже не было таких эпитетов, чтобы можно было оценить этот выступ. Ну, по-перше, экологично, ну, проблемы. Проблемы – это отсутствие, по суті, сміттезвалища, воно уже перенаповнене, цей никто не занимается, ни область, ни место. Одного разу мы приходили в каденцию одного из мер, запропоновали программу на лизинговых началах накопить этих желтых тролейбусов, которые тихо, бесшумно ездят по месту. Краще кому-то быть винным, но заповнен, чем 24-летние, эти, вековые, эти, по 500 лет, эти автобусы, что гримлят на всю Полтаву, дим из них иди неймовернячий. Ни хто не смотрит телевизию, ни хто не смотрит, что дизель-мотори уже щемлять в Европе. А Полтава – тихий, безкомпромиссный, нормальный, тихий сидит в месте, такая творчая и культурная столица, гримлят эти двадцатки. Это такие кошмары, это ужас один. Ну, мы приходили до какого-то мера, я уже не помню, с целью пропозицию, с обрахованием, с науково-биологическими обручнованиями. То там нам уже в приеме, після прийняття сказали, что... Після відвідин... Я не помню, кого из мер, нам сказали, что там делится солярка, там делится панет, там делятся интересы, то то вы не туда попали. Ну, в месте Полтавы есть своя громадственность, я думаю, что они сделают свои какие-то выводы и так далее. Но жах и подив на нас наводить выступ этого народного депутата. Я асоцію себя с пересечным гражданом, жителем Полтавы. Звук до тиши, толерантности, а тут шквал каких-то хворых эмоций. Вы понимаете, я дивлюсь, я не являюсь специалистом у цей галузи, але я дивлюсь на людини, у меня таке вражение склалося, что психосоматичный статус там порушен, там широко открытые очи, там идет такой крик, якийсь истеричный. Мы почистили место от снега, мы помогаем мало забезпеченным сімям, мы, дяточкам, мы сюда притягнем гроши из Верховної Ради. Я подивился на цего тягуна, який все натягивает для Полтавы. И так задумался, думаю, політика для меня далека, меня никто не помнит, чтобы я десь політикой занимался, або стоял около політики. Но мы почистили место, думаем о дядючиках, обеспечиваемся незахищенными версиями населения и регулируемо цены на транспорт. Это так много кто-то на себя на тягу ковдри, что я не могу этого даже коментовать. Потому что ни Каплина, ни его, как он называет команду, я никогда не видел с лопатой на улице, або какие-то там управленские действия, чтобы кто-то сделал, от саморядувания. Кроме того, что гримлят там по телефону, и порозганяли, и сделали коллапс транспортный на улицах города. Потом, вовчую хваткой за горло этих перевозчиков, понизили тарифы. Тарифы в Украине не могут быть для пиару нижче в Полтаве. Ну, ни за счет ничего они не могут так быть нижче. Вони их просто держат за гортань, за аорту, за Яремну и за мостову вену, так ухватили, и держат этих перевозчиков, для того, чтобы они, кто скорее выдохнется. А рациональной пропозиции никакой нет. Вот. Потом, я не помню, каким дитачкам, кто и когда, назовет мені, медичный заклад, где была, где была, значит, поставлена туди какая-то аппаратура диагностичная, или функциональная, или больше того, что сделано, помимо бюджета города, за рахунок, допустим, каких-то инноваций, каких-то там спонсорских внесок. Ну, аж ничего, нуль для меня. Я знакомый с главными лекарями многих закладов, и я что-то такого не чувствую. Вот. это же с экрана на нас смотрится наше майбутнё. Вы понимаете, какая справа? Мне подсказывают, что это майбутнё, чтобы я с сокирой по коридорам памятника архитектуры и рубая двери, которым уже 10 лет. Ну, вот таки. Для того, чтобы насолодиться. Я не думаю, чтобы владу. Я думаю, скорее всего, всех интригует бюджет города почти 4 миллиарда гривен. Вот это такая справа. Так что, ну, я не вижу, при таком перебігу подействий, чтобы, ну, ну, это все делается, это все делается, понимаете, в стане политического афекта. Так же я чувствую фразеологию от народного депутата, когда он своего какого-то попередника или колишнего очильника города, с которым, до речи, я хотел бы сказать, нет на свете живой человек, нет такого организма, который я видел меня когда-нибудь с колишним очильником, где-то поруч, что мы говорили по телефону, мы просто незнайомые люди. Я не лобирую ніякие там интересы совсем. Но когда народный депутат на горчите с телевизора и каже, и называет эту людину «Воно было там», «Воно бачило», «Воно там» и так далее, и тому подобное. То я думаю, что это такой перелик, от которого не будет ни экологии, вы знаете, ни дихнуть, ни продихнуть так не будет. Но люди разберутся, я уверен, что люди разберутся у всему. Так что я вважаю, что эта истерия выдаётся как чергова перемога народного депутата, что он вырубил десять из дверей. Для меня это ніяк, говорят певничные соседи, оно не вражающее для меня, оно не впечатлительное на нашем службе. Это вот такая ситуация. Значит, крик идёт, крик идёт, вы понимаете, это крик, это у меня экология и все наше будущее. Крик идёт, что когда какая-то команда чистила місто, ну никто их там не пометил, навіть у микроскоп, то колишний очильник міста и с жрицами Любовью, он их называл проститутками прямо в прямом эфире, сидели у баня. Вы знаете, я же, как пересечный гражданин, я не могу зрозуміти смісту этих слов, потому что, ну, чи то ли эти жрицы попали у другую чергу до цього народного депутата в баню, чи может он ходит с темчасовым виконующим шамотом в баню, но не запрошуя жриц Любови, где их тоже будут подозревать. Но сейчас такая ситуация, что, мабуть, на сегодняшний день такие действия и парады, они модные, потому что страна идёт в Европу. Чего стоят ну вот эти дилетантские, для меня дилетантские тиради про сдешивление газа в 2-4 раза. Это чисто вода, джерельная вода, это чистое вода пиар. Усих, кто научился разговаривать в микрофон, они пиарят. Я разговариваю с специалистами, экономистами, бизнесменами, бизнес-экспертами, які аналитично приходят до висновки, что газ – это набуття и проблеми людства. разговаривать в микрофон. Понимаете, яка справа? Надбанья, надбанья и проблемы людства. И вот этими криками в перемешку с диагнозом, они никак, ни в 2, ни в 3, ни в пів раза ничего там не изменят. И, как говорилось, и подкреслилось очень много тем же доповедачам из экрана телебачения, что мудрые люди, полтавчане, да, конечно же, мудрые люди, полтавчане, вот они сразу уже и увидели от киля ноги ростут, и какие там голки, и чем это может привести нас на шведскую могилу туда в стационар. Ну, то есть, нет, Полтава туда не утащит, никакие кандидаты в президенты. А вообще сам абсурд, людина иде в президенты. Лиссабон, Лондон, Нью-Йорк, Париж, делегував, рукоположив его на президента в Украине. Ну, я, Александр, я не знаю, что говорить на эту тему, я считаю себе, ну, знаете, говорил про себя один человек, современным человеком, но больше склоняюсь к Жовнецкому, Ильфу, Петрову и Остапу Вишня. Это когда вот таки говорят, что кто-то иде в президенты. Ну, это такая ситуация. Значит, також турбує людей, дуже стурбувала людей така подія, как квалификующая ознака организованности на округе не міської ради, не керівництва містом, а саме бюджетом, бюджет міста всіх. И там, в цей когорті, там, где говорив цей прокламатор, говорив, что договорились обо всем, все домовилась, коалиція. Так я подивился на ту коалицию, я вам скажу, мне колокнуло добре, и по улицам пішел такий резонанс, что там ну, цей бюджет их цікавий. Ну, значить, и кто хочет взяти штурмом цей бюджет? Ті, хто, ну, я думаю, що хто, хто вже відчув смак бюджету, серед них є такі люди, хто вже відчув раз, на другу каденцію духу не хватило, адмінресурс закінчився. Значить, інші, ті, хто відчуває скору і неминучу свою політичну загибель у будинку облдержадміністрації. І хоч місце футбольного суддя П'єра Луїджа Каліна вже не є вакантним, то зробити для себе тили для відходу тепер тільки в місто, заточили, потирають руки, не пройде цей номер, ми будем їздити у кожен двір, ми згуртуємся, ми будем розповідати, що робили в області і що тепер роблять короліці з містом Полтави. Обов'язково. Ті, які закінчаться дуже скоро, скоріше, ніж вони собі надумають. Вони закінчаться в облдержадміністрації. Полтавці мудрі люди і дорога у місто, а не до бюджету. Я думаю, що піде по іншому маршруту. Полтавці – це спокій, толерантність, мир і процвітання. Ну, ніяк не. Ці прокламації, ну, ділітантські – це мало сказано, розумієте, чи ні. З позиції народного депутата версти отаке на ІРТ, я не знаю. Ну, як? Як ІРТ подивиться, якщо на контрвиступ попросити? Це було б цікаве. Вмотивовано відмовили б, чи відмовили б якось… Ну, нема в мене слів. Я думаю, майбутнє в Полтаві з Олександрою екологічне. Ну, десь, приміром, таке давайте переживемо цю політичну істерію. Все буде залежати. Все буде залежати персонально. Від депутатського корпуса до всіх підрядів. То по навозі і ходять кругами. Де ж вони були раніше? Один в Австрії, другий в Копелах ховався там за соснами в будівлі, третій іще десь. І тут фінішна пряма і вони повелазили. І до діточок, і до котлів, до опалюваних. І такі вони стали і інженери теплотехніками, і колораж, і ентельпію считають здання. Обраховується все. О, силища небесні. Полтава ж бачив, що у вас не було ніде на предметному склі, жодного з оптичних приладів. Перескакують 150 різних партій. Там, о, Боже, що робиться? А ви говорите про екологію. Є проблеми. Якщо, то давайте весною, на весні ми можемо зустрітися з вами по Полтаві зробити дуже добру програму, добре дати людям розуміле інтерв'ю зі спеціалістами, зоологами, біологами, науковцями, активістами. Оце така ситуація. Питають, телефонують з Києва, як у вас справа, як у вас справа. Поки нічого сказати. Громадське об'єднання екологічна безпека України представляє в Полтавській області. Значить, на сьогоднішній день нічого розказати. Ну, розумієте, ну, нічого розказати. В облдержадміністрації разом з облрадою, окупованою, там Решетилюкою молодою, там шагу ніде не зробиш. Там вони граються, вони гарний настрій, сесії проводять, люди платять, вони приймають там, що хотять. Твори, там такі твори, це ніякий ужас. А за місто, ну, боречи, я в цьому місті вже сьомий десяток живу, так що, вселимо впевненість в те, що з нашою допомогою, Олександр, будемо кувати і щастя Полтавське, і екологію, і все підряд. Я думаю, вони тихо-тихо, за борт підуть разом з тими сакирами, що вони побили там виконком Полтавський. І прийдуть, я вам скажу, можливо, можливо прийдуть ті, які вже колись були, але, ну, будемо заставляти і контролювати, щоб по-новому відносились до нашого міста. І бажаю вам і всім найкращого чистого повітря і чистої води і гарного облаштування. Дякую.